Нун Дзягуй начал карьеру педагога в 1986 году. Он стал первым и единственным учителем в далекой деревне в провинции Юньнань. С середины прошлого века здесь размещали зараженных проказой китайцев. Поселение изолировали от внешнего мира, и никто не решался приближаться к нему. «Я помню, как в первый день родители привели детей. Тела взрослых были сильно деформированы болезнью. Честно говоря, я испугался и едва не убежал. В то время уроки проходили в одном из кабинета в бывшей деревенской клинике. У нас почти ничего не было, ни учебников, ни контрольных работ. Никто не приходил к нам и не давал советов». Как и жители деревни, молодой учитель постоянно сталкивался с дискриминацией. Иногда ему хотелось бросить такую работу. Но его самоотверженность принесла плоды. Более сотни детей смогли уехать из поселения и продолжить образование. «Некоторые из моих учеников сами стали учителями, а также врачами, полицейскими или госслужащими. Я испытываю чувство счастья и выполненного долга, особенно во время праздника весны или в день учителя, когда я получаю десятки пожеланий от своих воспитанников». За последнее десятилетие школа, где работает Нун Дзягуй, сильно изменилась. А сам учитель в этом году был избран депутатом Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа КНР. Педагог отмечает, что это честь и большая ответственность, но он полон сил для улучшения детского образования в сельской местности.